Газа нет. Эту фразу в конце августа услышали сотни тысяч человек. При заказе новых баллонов им предлагали подождать жителям в приготовлении еды, аграриям в работе зерносушилок. Дефицит сжиженного газа был почти в каждом муниципалитете. Так, в Зональном районе одно из сельхозпредприятий с начала уборки получило 10 тысяч тонн газа, а необходимо 80 тысяч. Из-за задержек поставок во избежание убытков фермеры временно перешли на поставщика из другого региона. Хорошо, что я подсуетился, нашел стомскую напрямую. Гораздо дороже, чем я здесь беру. А если бы я понадеялся на этого поставщика, который мне обещал сегодня-завтра, сегодня-завтра после обеда, то у меня бы зерно топрело просто на площадке сгнило. В Алтай-Крайгазсервисе объясняют, балансовый газ, то есть газ для населения, чью цену регулирует государство, заводы поставляют краю в размере полутора тысяч тонн, а норма региона – четыре тысячи. Все эти годы остаток докупало само предприятие, но уже по рыночной стоимости. Раньше она составляла 13 рублей за килограмм. За год все изменилось. На сегодняшний день минимум составляет 31 рубль, а населению мы на сегодняшний день продаем по 38,62 за килограмм. То есть разница, мы себе в убыток. То есть мы вот последние полгода, мы жили просто на запасах. Я надеюсь, что этих проблем дальше не будет после того, как мы заключим долгосрочные договоры с заводами-поставщиками. Но на сегодняшний день заводы-поставщики нам отказывают в этом. По словам руководителя, Край получит еще 500 тонн газа, но в рамках разовой акции. Добавлю, сегодня в муниципалитетах региона начали выдавать поступившие баллоны, но острая остается ситуация на сельхозпредприятиях Заринска, Бийска и Зонального района. Но решение проблемы краевого масштаба в Алтай-Крайгосервисе видят только в содействии краевых властей. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.